Пока политики спорят о рейтингах доверия и статистике преступности, на этой неделе в Украине отметили первый день полиции. В Одессе церемония прошла на Мурвакзале, где руководство поздравило правоохранителей, а сами полицейские рассказали о средствах массовой информации и одесситам о своей работе, о реформах и о том, что еще было бы неплохо поменять. Подробности далее. Первый день полиции в Украине отпраздновали 4 августа. В этот день, год назад, президент подписал закон о нацполиции. В Одессе церемония прошла на Мурвакзале. Руководители областного управления, а также представители ОГА и облсовета поздравили правоохранителей с праздниками, отметили их наградами и грамотами. Кого-то за оборону Мариуполя, кого-то за успешную борьбу с криминалом. Раскрывали серию грабежей. Там было около 7-8 грабежей. Люди срывали цепочки и уезжали на мопедах с места. По горячим следам мной и моим напарникам, Кузнецовым Олегом, было обнаружено транспортное средство, на котором скрывались данные лица. И, соответственно, уже и лиц, которые совершили их. На территории Мурвакзала одесситы могли пообщаться с сотрудниками полиции, а также ознакомиться со спецификой их работы. Например, на демонстрационной площадке взрывотехники разложили целый арсенал. Тут и боеприпасы, и самодельные взрывные устройства – все, что было изъято либо восстановлено после взрывов с 1995 года. По словам специалистов, людям полезно будет знать, как выглядит то или иное устройство, чтобы в случае обнаружения случайно не привести в действие. Самодельные взрывные устройства, их изготовление зависит, конечно же, от фантазии и умения, и навыков того, кто его делает. Поэтому каких-либо правил конкретных там нет. Ну и гораздо больше, поверьте мне, и на основе мобильной связи, и на основе Wi-Fi, и Bluetooth, и различные контактные действия, которые приводят в действие сама жертва. То есть или это обрывные датчики, или же растяжки, или нажимные датчики, объемные датчики. Все, что угодно может быть. На сегодняшний день, скажем, ограничений в технических возможностях нет. По словам взрывотехников, прогресс позволяет мастерить все более изощренные конструкции, поэтому им приходится постоянно следить за развитием технологий. После реформы, когда милиция стала полицией, материальная база их подразделения улучшилась. Личный состав, люди остались те же, все мы прошли аттестацию, в полном составе работаем. То есть в этом плане у нас ничего не изменилось. Но это и к лучшему, потому что наша служба – это в первую очередь опыт. За последние два года мы получили достаточно серьезные опыты на территории Одессы, Одесской области. Было очень много обезврежено взрывных устройств. Ну а последнее время как бы стихло. Неподалеку полицейский спецназ. Бойцы подразделения говорят, оружия на руках у украинцев стало значительно больше, в том числе и у преступников. Это вносит свои корректировки и в работу спецподразделений. Как вы видите, мир на сегодняшний день немножко сходит со своих граней. Люди начинают убивать друг друга непосредственно где угодно, может произойти. То есть мы готовы и мы обязаны в любое время суток выдвинуться в любую точку нашего города. Это не обязательно какой-то профессиональный террорист. Может быть человек, который, ну что-то у него случилось, ну он решил применить оружие или какая-то ситуация. Мы должны обеспечить не именно ликвидацию, а мы должны выполнить свои задания таким вот образом, чтобы сохранить жизнь человека. Но реформы не всегда несут только положительные последствия. Побочным эффектом стал кадровый дефицит. Многие сотрудники милиции не прошли переаттестацию, либо по другим причинам покинули органы внутренних дел. Общая нехватка сотрудников в Одесском областном управлении составляет около 1200 человек. Мы начали набор новых сотрудников. Те ребята, которые не прошли переаттестации, у кого был результат, у кого есть желание, мотивация, чтобы работать и служили честно и добросовестно в наших рядах. Я сохранил эти ребята, они до сих пор работают. Но когда уже начнется набор по приказу, все равно не придется увольнять. Но сразу мы дадим им возможность, чтобы восстановились и продолжали службу честно и добросовестно. Но это касается тем сотрудникам, которые служат, у кого есть результаты и у кого есть желание, чтобы работали, служили на украинскому народу честно и добросовестно. Как сообщил Георгий Лорд Кипанидзе, продолжается конкурс по набору участковых исследователей. В то же время рядовые сотрудники результатом реформы хотели бы видеть выделение жилья, поскольку на аренду квартир уходит большая часть зарплаты. Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал.